Всех приветствую, ребята. Погнали проходить дальше. Что у нас тут? Тут нас не открывается. Понятно. Поговорить с тобой можно? Простите, можно мне подняться в главный штаб? Извини, мальчик, сегодня школьных экскурсий не проводим. Что? Я стажер. Агент Форсайта дала мне вот это. Вот как? Тогда давай-ка проверим твою голову на сканер отпечатков мыслей. Надо же, кто бы мог обмозговать? Что ж, добро пожаловать на стажировку. Тебе надо выдать ознакомительные материалы. Добро пожаловать на стажировку. Этот полевой устав – ваше руководство по миру психонавтов. Здесь отслеживается прогресс и вся информация, собранная на пути к званию психонавта. Зайдя в тупик, нажмите эту клавишу и загляните в устав. Профиль стажера. На этой странице приведены сведения о вашем прогрессе. Ранг стажера определяет, какие экстрасенсорные способности вам доступны. Чтобы повысить свой ранг, собирайте пси-карты и пси-маркеры в реальном мире и крупицы мудрости в разумах. Ого! А эта фотография хорошо передает мое изумление. Да. Так, ранг первый. Возраст 10 лет. Рост 132 сантиметра. Уникальные предметы. Бирка с именем стажера. Я пока не полноценный психонавт, но эта бирка подтверждает, что я участник официальной программы стажировки. Интерн. Пси-портал. Этот проверенный временем пси-портал, моя карманная дверь в ментальный мир. Пси-умения. Здесь отслеживается прогресс пси-умений, доступных вам в программе стажировки. По мере роста ранга вы будете получать баллы стажера. Их можно потратить на улучшение пси-умений. Использование нелегальных умений строго запрещено. О, похоже, я могу сам выбрать, на чем застрять внимание и какие умения развивать. Как интересно. Ближний бой, телекинез, пирокинез. Ну и еще, судя по всему, четыре умения у нас не открыто. Базовое умение и второй уровень у нас типа есть. Атака при уклонении. Со всей дури. Ну, ладно, ясно. Давайте дальше. Оценка обстановки. Каждый психонавт должен всегда быть в курсе всего, что происходит вокруг. В этом разделе устава приведена информация, собранная вами в ходе расследования реальных и ментальных миров. Тут буду вести учет всех мест, в которых я побывал. Ага, лабиринт Лобо. Журнал заданий. В журнале заданий можно ознакомиться со всеми официальными заданиями психонавтов, выданными вам в рамках программы стажировки. Здесь вы найдете сведения об активных заданиях и общий регламент выполнения. Здесь я буду вести список дел. Явиться в класс. Ага, вот и тут еще одна вкладка пропущена. Видимо, мы что-то там делать все-таки будем. Так, нет. А как открывается? Угу, я понял. Сканирую отпечаток мыслей. Доступ разрешен. Ура. Ух ты, поверить не могу, что я правда здесь. Ставк квартиры психонавтов. Прости, еще не обкатал. Вау! Ага, главной отдел. Стажерам доступны почти все помещения главного отдела. Даже кафе, боулинг и парикмахерская. 27 пси-карт, сундуки с припасами, пси-маркеры, ключи от сундуков с припасами. Ну, понятно. В журнале можно еще что-то найти. Холлис Форсайт велела мне идти в класс координатора стажера. В дорогу найду по карте, которую мне дали на стойке администратора. О, это что такое? Мое здание. Пробуриться через мозг листа лоба и выяснить, кто нанял его, чтобы похитить Трумана за нотто. Ну, это я все собрал. Круто. Но крупицы мудрости нашел ноль из двух. И сейфы не все. И национальный багаж не весь нашел. А, это я видел. Так, что еще? Ну, вроде бы пока больше ничего. Окей. Простите, не подскажете, где проходит инструктаж для стажеров? Второй этаж, за классной комнатой. Спасибо. Если наткнешься на туалеты, значит, не туда пошел. Мы что, теперь прямо из детских садов набираем? Если она не научится выпускать пар, то скоро чокнется. Ей нужен отпуск. Всем он нужен. А тебе еще не рановато, стажеры? Эй, ты уверен, что ты достаточно старый, чтобы стать инструктаж? Может, новичек, чье имя, я уже не помню, наконец, явится в мой кабинет, пока я не забыла, почему взяла его на программу стажировки? Прежде чем я забыла, почему я заставил тебя на программу интернет-процессу. Может быть, и явится. Здрасте. Привет, сынок. Привет, сынок. Ух ты, боулинг. Ментальный боулинг? Ментальный боулинг. Вот это да. Командир. Командир. Вот это сверхъестественная шестерка. Группа экспертов по паранормальным явлениям, из которых Форд Круллер сформировал психонавтов. Я узнал все о них из первого выпуска экстрасенсорных способностей. Печально, что они ужасно изменились после сражения с Малигулой во время потопа в Груловии. Не так печально, но все равно не радует. Страницами этого выпуска экстрасенсорных историй мама застилала полвагонки самого маленького в мире пони. Форд Круллер. Форд Круллер, величайший психонавт всех времен. И мой близкий друг смею добавить. Ага. Комптон Буль, мастер зоотелепатии. Если у него есть что-то в обществе с его внуком Догеном, то он может быть немного опасен, когда переволнуется, что частенько случается. Отто Менталис был первым, кто его завербовал Форд. Создатель психореактивных и психоусиливающих устройств на особе пси чего-то там. Ох, ё-моё, язык сломаешь. Это Боб Заното, первый открыватель антроботанической телепатии и двоюродный дедушка Лилия. О, ё-моё. Гэлмит Фулбер исследовал возможности связи между пси-способностями и искусством. К сожалению, он погиб в Грулловийском сражении. А тебе разве не нужно занять? Нужно, нужно. Это Касси О'Пе, автор бестселлера Роймысли, эксперт по максимальной мультизадачности и разделению сложных проблем на составляющие. Она утверждала, что может контролировать каждую клетку своего мозга, управляя им как пчелиным роем. Ого, у психонавтов своя парикмахерская? А если я попрошу стрижку Саша Найн? На меня не посмотрят косо? Правда тут закрыто? Там, да, карточка ещё летает. Приветствую, коллега-экстрасенс, я Отто Менталис. Прямо сейчас я творю будущее психотехнологий в своей лаборатории, но в этом Отто Матте ты найдёшь все нужные тебе материалы и улучшения для экстрасенсов. Псикарта. Иногда вам будут попадаться пси... Вам будут попадаться трепыхающиеся кусочки старых пси-маркеров. Соберите достаточно пси-карт и обвините их с ядром в Отто Матте, чтобы получить целый ранг. Эй, милый, ты не взял пчелиный пчелиный пчелиный, а ты? Что ж, генерал? Добро пожаловать в Атамат. Здесь можно закупиться припасами и присмотреть ночки для изменения пси-умений, а также создать пси-маркеры. Позволь провести для тебя небольшую экскурсию. Без этого добра психонавт как без рук. Не забывай пополнять свои запасы перед каждым заданием. А как накопишь достаточно пси-тания, прикупи аксессуары, которые позволяют носить с собой больше припасов. Здесь также можно приобрести пси-ядра дружи, одно за счет заведения. Оно потребуется нам в дальнейшем. Отличная идея. Давай сделаем пси-маркер и поднимем тебе ранг. Хватай свое новенькое ядро и переходи в раздел Объединения пси-маркеров. Чтобы воспользоваться пси-ядром, тебе потребуется 9 пси-карт. Объединив их, ты получишь пси-маркер, который дает один ранг. Вот, возьми эти 9 карт и попробуй собрать маркер. И непременно взгляни на наш ассортимент значков. С помощью значков можно настраивать свои пси-умения. Подбирай их комбинации по вкусу. А по мере... А по мере роста ранг тебе будут открываться особенно мощные значки. Смелее выбери один из значков для левитации. Перекрашивает левитационный шар в мягкий голубой, в изумрудно-зеленый. Господи, ну пусть вот этот будет. Купить и приколоть. Купить и приколоть. Все. Так. Объединить все карты и пси-ядра. Ага. Предметы. Здесь так много всего интересного. Я еще вернусь сюда с другими, с другими примочками. Да, теперь у нас зеленый. Кто-то знает, в каком это время? Ребята, вы пробовали гладкую ультрабежевую низкоцеллюлезную? Нет, а что у них такого особенного? Она двухсторонняя. Вот это да. Чего только не придумают. Нашел крота, малыш? Коллега. Ну, возможно, ненадолго. Так, в класс мы пока не идем. Ну, тут еще входим, все исследуем. Нет, это легально. Погоди, то пепер, который я использую, это... Иллегально? Что сегодня вкусненького? А вывески я для кого делаю? Бекон из медово-перечного кабана. О, тогда мне блюдо дня. Прости, кончились. Бекончик запаздывает. Ладно, вернусь позже. Бекон привезли? Нет. Знаешь, нынче хорошего бекончика днем с огнем не свищешь. Вау! Ух ты! Это вы рецептами делитесь? Прямо как мы. А, я. Да. Рецептами. Здорово, акцент. Эй, мол! Здорово, крот. Эй! Опа. О, лас умеет крапкаться по тысячам. Ну-ка, а на самый верх, если? Ха-ха, у нас есть какие-то кредиты. Круто. Сундук с припасами. Где только агенты не прячут свои припасы. Ну так, на всякий случай, чтобы забрать их, найдите ключ от сундука с припасами. Угу. Хорошо. Так этот бекон правда того стоит? Ну, его делают из медового перечных кабанов, а это очень редкие звери. Ничего себе, ты столько знаешь о беконе. Привет, лапочка. Привет, лапочка. Не-а. Я стою за бекона. Ты? Ты! О, это А4. А4? Из чего? 10? Я буду репортировать это. Ты, ты, ступид. Так, можно ли тут с кем-нибудь поболтать? Запас питания почти на пределе. Загляните в атомат, чтобы купить улучшение кошелька и увеличить максимальный запас. Так, давайте заглянем в почтовое отделение. Ну, точнее, не заглянем, узнаем, что мы не можем туда заглянуть. Сканируй отпечаток мыслей. Эта зона закрыта от стажеров. Тебе разве не нужно на занятия? Меня зовут Ото Ото Олис, и я обеспечу эту машину. А, один из моих регулярных. Мы обеспечиваем твоего бизнеса. Так. А где она находится, этот кошелек усиленный, улучшенный? Отложите на будущее побольше карамели. Будьте запасливы, как белка. Карманы для карамели. Пси кошелек. О, особая кошельковая технология. Эта психически усиленная эксцесса позволяет носить с собой еще большие пситания. Психи. Супер. Теперь тысячу можем таскать. Психи. Всем стажерам явиться в мой кабинет. Я могу чем-нибудь помочь, Риле? Да, не дай мне прибить Джаред здесь сейчас, а то я знаю все его слабые места. Почему тебя не пускают наверх? Не знаю, ментальный карантин какой-нибудь. Верим, с твоим папой все в порядке, Лиле. Не знаю, Раз, он весь какой-то неправильный. Вдруг он пострадал от псеверия, которым напичкан гибельный ромб. Меня взяли в программу стажировки. Ты тоже там? Раз, я обучалась здесь еще до того, как начала ходить. Я все сдала экстерном. Ну и каша заварилась с этим кротом. Что будет дальше? Да ладно тебе, я тут всю жизнь провела, и поверь. Еще ничего ни с кем не случилось. Помнишь, что было в прошлый раз, когда ты так сказала? А ты знаешь какие-нибудь потайные ходы? Сотни. Но сейчас все помешались на этом кроте, так что все перекрыто и заперто. Давай поговорим? Ну, что? Да ничего. Наверняка тебя скоро упустят. Мне нужно туда сейчас, чтобы провести сеанс психа чего-то там. Может, я могу тебе чем-то помочь? Ну, вообще-то ты не будешь возражать, если... Словом, можно я... Что угодно. Можно я как следует стукнуть тебя по плечу? Конечно. Спасибо, помогло. Обращайся. Ладно, пора мне на инструктаж. Я думаю, тебе понравится, Холлес. Она строгая, но в глубине души очень серьезная. Как скажешь. Сканирую отпечаток мыслей. В доступе отказа. Лили, смотри, это та крыса, которую мы нашли на здании в гибельном ромбе. Не прикидывайся, что ты ничего не помнишь, Гарольд. Мы столько пережили вместе. Отлично выглядишь, Гарольд. Ничего интересного. Так, старшие агенты. Что у нас тут? О, он туда залетел. Ну ладно, смогли достать хотя бы. О, тут еще. Нистячок. Все огороды перекопали, а? Одеваться некуда. Все огороды перекопали. Я возьму эту карту. Картку забрали. О, как же подруга наша, Мила. Я даже имя запомнил. Я не во время, Мила? Я всегда найду время для тебя, короче. Вы беспокоитесь насчет Малигулы? Ну, она умерла во время головийского сражения, но иногда образ человека становится опаснее, чем он сам. Что меня пугает, так это ее последователи. Когда человек всю свою жизнь посвящает воспоминания, от него можно ждать чего угодно. Вы медитируете? В некотором роде, я нащупываю реп в ПСИ-сети по всему миру. А зачем это нужно? Я пытаюсь отследить активности потопистов всего мира, отправляя результаты агента Форсайт в мозговой центр. Реп? Для многих людей такие имена, как Малигула, порождают тяжелый эмоциональный багаж. Это как бросить большой камень в пульт, от него пойдет рябь, и ее волны будут сталкиваться друг с другом. Если знать, как использовать эти узоры, они могут привести тебя к источнику. Можно спросить вас о сверхъестественной шестерке? Конечно, Распутин. Кто-нибудь с них еще с нами? Конечно, не считая Форда. Еще Уотис Отто Менталис. Он до сих пор возится своими приборами в мастерской. Саша – его главный покупатель. Дедушка Догена Буля Компот тоже здесь, но он... Он держится особняком. К сожалению, остальные выжившие разошлись кто-куда. А что случилось с Гельмутом Фулбером? О, бедняга погиб во время Гуловийского сражения. Мне бы хотелось с ним пообщаться. Он, кажется, очень любил жизнь и цвет. Вам приходилось общаться с Касси Опей? Нет, но я читала ее книгу «Рой мыслей». Очень вдохновляет. Кстати, прямо сейчас я разговариваю с тобой во время работы, используя ее техники многозадачности. Вы когда-нибудь работали с двоюродной дедушкой Лили? С Бобом? О, да, бедный Боб. Он столько потерял в той битве и так и не оправился после этого удара. Туман, было очень сложно его отпустить. Я понимаю, но дело уже принимало опасный оборот. Но как же досталось всей их несчастной семье? Ладно, хватит уже о них. Да, давай поговорим о нас. Вы давно говорили с Сашей? Мы с Сашей постоянно разговариваем. Он передает тебе привет. Ладно, не буду вам мешать. Ты никогда не мешаешь, милый. Чао. Какая она добрая. Поэтому мы у нее заберем эту карточку. 27 их всего, да, на этой карте? Калигоста, если бы ты только помог расследованию, да? Я знаю, ты боишься. Можешь просто сказать, кто... Нет, 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 хватит вопросов. Так, четвертый ранг. И что мне делать с этой информацией? А, вот, теперь у меня баллы для прокачки есть. Ну-ка. Так, ну допустим... А я получу, получается, второй уровень. Вот этот, который разрушительный шар. На большой скорости врежьтесь во врагов на левитационном шаре, чтобы нанести им урон на дня. Во время уклонения, чтобы провести атаку при уклонении. Удерживайте, чтобы зарядить выстрел и вызвать большой взрыв. Пирокинез поджигает большую область. Ну хрен с ним, давайте вот это. А, атаку при уклонении мы получили. Ага, а следующая только с 10-го ранга можно получить. Видимо, она тоже будет стоить там вот одно это очко. О, понятно. Метайте предметы с большей силой, давайте. Удерживайте, чтобы зарядить выстрел и сделать больше взрыв. Ну давайте. Каждый разум уникально. Значки позволяют подстроить все умения под ваш стиль работы. Значки можно приобрести в воттом маке. Нужно больше значков, богу значков. Понятно. У нас вообще их нет пока. Шесть карт нашли, два маркера. Что я потеряю? Если это поможет, я не вниклю тебе за то, что ты ко мне неравнодушен. Я не могу оставить этот карт, который лежит вокруг. Попробуй попробовать это. Ох, ничего. Эй, это просто как у меня был мозговой тумблер. Да, но лучше отойдем, он требует тщательной дезинфекции. Если я когда-нибудь выбью у Холлис на это деньги. Ммм. Ну ладно. Можно на него прыгнуть. Нужна помощь, Саша? Да, с его стороны. С моей? Помоги мне получить ответы. О, так это я тут во всем виноват. Как? Есть подозрения? Нет, это как раз меня это раздражает. Как мог психонавт пойти против своих? И как предателю удалось сохранить это втайне? Может он сам спрятал весь... Состряпал весь план? Да у него нет мотивации. Ну спасибо, папаша. Его кто-то нанял. И учитывая близость к Трумэну, кто-то изнутри. Насчет Маллигула. Она мертва, Распутин. Форд Круллер об этом позаботился. Тебе не о чем беспокоиться. Но мы хотя бы выбрались из гибельного ромба. Ты хорошо появился в полевых условиях, Распутин. Я обязательно напомянул это в отчете для агентов Рассайт. Только сперва закончу здесь. Почему вы думаете, что он не станет сотрудничать? В ромбе ведь с ним произошла какая-то радикальная перемена. Кто-то загипотизировал его, и он теперь не может ничего рассказать нам, даже если захочет. Но кто это был? Не буду мешать вам с допросом. Простите, что не смог помочь. Ты много делаешь, Распутин. Спасибо. Подожди. Подожди. Здорово. Не сейчас, пацан. Я занят. Так, а вот туда-то я не залезу, да? Ну да, фиг я туда залезу. Время для меня в миссию. Привет! Возьмите в вашей любимой, локальной, автоматической. Новые новости. Некоторые новые новости здесь. В общем, вам когда-либо потребуется. Ну, наверное, не знаю. Возьмите в вашей любимой, локальной, автоматической. Возьмите в вашей любимой. Этот откуда взялся? Меня зовут Рас, я новый стажер. Быть того не может, я не заказывал нового стажера. Стажерская группа уже набрана, извини, пацан. К тому же, он такой неуклюжий, еще на всех угробит. Еще он гадкий. Ладно, малой, мы честно попробовали, не вышло. Удачи в следующем году. Ребята, хватит задирать новичка. Мы все когда-то были новенькими, если кто забыл. Думаю, он прекрасно приживется у нас. По-моему, ему очень пойдет наша форма. Давайте проводим его в кладовку. Зачем? Эй, Расти, ты там в порядке? Что копаешься? Меня зовут Рас. Я тут подумал, если у стажеров есть форма, почему вы ее не носите? А, ну, мы уже на втором уровне. Давай теперь сюда свою одежду и получишь взамен форму. А может, сначала дадите форму? Нет, глупенький, нужно сначала измерить твою одежду, а потом уже подобрать форму по росту. Или нам зайти и снять мерки прямо с тебя? Нет, нет, вот, держите. Только поскорее, ладно? Тут холодно, а я почти голый. Ага. У-у-у. Друзья? О, давай! Это смешно во многих способах. Хм, выбраться со склада. Это сай карта, я могу сделать сай-челлендж маркер в автомате. Так, ага. В автомате смогу создать маркер. Хм, здесь есть узкая щель, но не думаю, что я смогу сквозь нее протиснуться. Ух ты, это же деньги. Ну че-то это вообще, конечно, совсем копье. Ради которого не стоит выходить все разрушать. Можно, конечно, так первый какой-то капитал сколотить Ага, ещё один ключ надо О Этот ключ наверняка подойдёт к сундуку с припасами Ну это уж точно Ну посмотрим, чё там Нормас, подняли немножко бабла Я не знаю кода Ну и крысы же эти, стажёры Ой, прости, Горольд, ты абсолютно прав Мне надо думать, что говорю Крыса, это не только ругательство Что такое, Горольд? Ты знаешь код? Код там, Горольд? Я туда не пролезу Если бы можно было видеть то же, что и ты О, точно Ясновидение позволяет взглянуть на мир глазами других людей и животных Используйте это умение на персонажа с аурой глаза Чтобы узнать скрытую информацию о мире Выберите ясновидение и используйте её, чтобы поместить его в ячейку Пора посмотреть на мир твоими глазами, Горольд Ха-ха-ха-ха Ага, то что надо 0726 Ну-ка, подожди Можно вот так ходить Но напрямую им управлять нельзя Так, и чё, и куда? Камера не хочет повернуться там А-а-а О, не Мы взяли его, он наш Но мы до сих пор не можем извлечь нужные сведения А коллассератор что-то делает? Конечно, без толку Саша, прошу, дай мне помочь тебе Ты ведь знаешь, что это из-за меня Ото Вернее, если бы я не Ни слова, Распутин, пока я не найду тебе новую одежду Извини, если не по мерке, меньше у меня ничего не было А теперь расскажи, как ты оказался снаружи в нижнем белье Это знаете, вроде как Я был под прикрытием Прямо как вы, в 62 выпуске экстрасенсорных историй Агент Менталист Когда загипнотизировали 16 теористов транса с помощью Дефиброл Лоббера Я тебя умоляю Нашёл, что вспомнить Они столько всего приукрасили в той версии Но теористов, кстати говоря, было 17 Что ж, с радостью поболтал бы, но меня ждут мозги Если потребуется подходящий инструмент, заходи ко мне в мастерскую Даже лучшим психонавтам бывает необходимо небольшое подспорье А теперь прошу простить, Распутин, но мне надо вернуться к делу Нет, нет Я не гнул ложки, мам Обожаю проходить через щётки на автомойке Кстати, Распутин, не переживай на счёт других стажёров Ритуалы и инициализации обычны для привилегированных социальных групп Способ интегрировать чуждый элемент, сохранив целостность группы Понимаешь? Да, спасибо, Саша Спасибо, Саша Распутин? Я вернусь к интервью Все, ничего нового он нам не говорит, тогда можно идти сюда Ух ты Хм, хорошее дело Понятно Ты меня так подставила, верни мою одежду Знаешь, ты прав, прости меня, я хочу искупить свою вину Поэтому дам тебе закончить моё задание по возвращению ценных ресурсов Почему у меня такое чувство, что в итоге я снова окажусь раздетом в кладовке? Моё стажёрское задание — найти пропавшие ресурсы психонавтов из этого списка Особо важные ресурсы Типа, игра в поиск сокровищ, будешь мыслить как ребёнок, результат тоже будет детским Выполни это задание, и тогда мы поймём, что ты готов получить обратно свою одежду Хм, что за свинство вообще Дополнительные задания В ходе стажировки время от времени сможете зарабатывать дополнительные баллы Здесь можно найти подробности о дополнительных заданиях, с которыми можно... Эта страница хорошо подойдёт для отслеживания побочных заданий Основное, второстепенное Диск с материалами для агентов, мороженое Понятно, короче, включу всех этих вещей Походу будем читать про них По мере нахождения Эй, рыба, ты красивая Привет, Сэма, разве стучать по стеклу не запрещено? Нет, как раз наоборот, по стеклу обязательно надо стучать, чтобы держать их в тонусе А то они в этой её безопасной среде совсем обленятся К тому же, им это нравится Погляди, как прыгают Слушай, а чем занимаются обычно стажёры? Это зависит от наставника Наставника? Ну ты даёшь раз У тебя до сих пор нет наставника? Двигай наверх, в офис Холлис Пусть назначат тебе кого-нибудь Бегом А то сама запрошу тебя Заброшу тебя куда-нибудь Я реально не думаю, что ты должен Заброшу тебя Или я тяплю твою дверь Я очень поздно в интерн-ориентации Мне лучше идти в классе Да-да-да Что с Сашей и Мия? Они обязательно делают Что? Я не думаю Ник Джонсмит, тебе нужны Ни к Джонсмиту, ты нужны для посадки Ник Джонсмит, для посадки Почему ты не можешь Собирать Потому что я Я, который должен Собирать все Собирать Понятно Понятно Странный фигняк Странный фигняк Эти новые пины Ник Джонсмит Забыть Собирать 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 Н derrière Ни к Джонсмит Ммм, новый раунд получили. Теперь нам ни на что из этого не хватает. Возможно, я спас всю ту жизнь, когда забрал это с прилавка. Ага, присроченные суши. Небезопасно для употребления в пищу. Ясно, в общем, они вот так светятся, да? Ага. Ха-ха! Я просто с тобой разговариваю. Хм! Эта человек всегда говорит о том, что его мировоззрение, особенно для того, что нужно проверить с помощью сновидения. Я буду зарплатить достаточно для этого. Я скажу тебе это раз. Хм! Что мне рассказать, что я нашел человека, который шарит в беконе? Бакон-деливерий еще раз? Нет, это так сложно найти на этот разговаривающего бакона. Ты не понимаешь? Давай, 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 давай. Привет! А? Так, и что мне с тобой делать? так где мой персонаж я потерял его Да ё-моё. А, вот он. Все новые институты. Пожалуйста, напишите в мою офису для ориентации. Я не уйду сегодня нового ребенка. Опа, вот это мне надо. Ага, туда под потолок не залезть, окей. Что я мне этой мышью? Ничего сделать нельзя. Она как-то странно боком бегает. Так, снова накопали. Нет, зачем? Хэрролд, что ты обнаружил про Мол? Ничего? Ты тут, кажется, говорили о пиратском радио? Нет, да. Моррис хочет его замутить, но это против правил. И Моррис наверняка выплют из психонавтов. Лиззи, ты уволена. Размечтался. А можно вместо диджейм пиратского радио? В каких жанрах музыки ты разбираешься? Ну, я вырос в цирке, поэтому знаю только музыку, которую играют на Калиопе. Ясно. Похоже, я тебе больше не нужна, Моррис. Слушай, я подумаю над твоей кандидатурой. Я решил не делать с нами. Слишком много стажерских дел. Трус. Да, ну, в общем, с ней не поговорить. Ты думаешь, что это спасает тебе денег? Как много это будет стоить тебе, чтобы построить это место, если Малигула его уничтожит в твердой способности? Так, это класс. Ну, давайте еще здесь поболтаем, да закончим. Возьми себя в руки, Олеандр. Ну, давайте, боритесь с Малигула без моего боевого робота, Скупердяя. Согласен с вами. Разрушать ему стоит что-нибудь боевое. Это не самая безопасная идея. Да, новый стажер. Кажется, я говорил тебе не опаздывать. Неважно, тебе нужен наставник. Посмотрим, кто остался. Я буду помогать Миле или Саше на задании? Нет. Ты будешь в почтовом отделении. Твой наставник Ник Джон Смит. Почтовое отделение? Ник Джон Смит? Ник никогда не слышал о таком агенте. Ник не агент, он даже не экстрасенс. Просто он хорошо сортирует почту. Ник тебе понравится. Его все любят. Но почтовое отделение? Даже сам Форд Круллер работал в нашем почтовом отделении. Там ты многому сможешь научиться. Как минимум, приходить вовремя. Все, я дала тебе доступ в почтовое отделение по отпечатку мыслей. А теперь катись. Мне еще базу управлять и бюджет балансировать. Ага, дали два очка для улучшения. Ага, все-таки три нужно на следующий уровень. Да, у меня всего два. Обнаруживайте скрытые объекты. Обнаруженные скрытые объекты дольше не пропадают. А-а-а, вот че еще ясновидение мне дает. Опа, ключ. Не знал, что вы врач, агент Форсайт. Я и не врач. Бросила медицину после года интернатуры в нейрологической больнице для девы сдержанности. Толкнулась там с некоторыми препонами. А когда Турман занота лично приглашает тебя присоединиться к психонавтам, ты бросаешь все дела и пакуешь вещички. Понятно. И напомните, где мне искать наставника. А-а-а, да-да-да, он тебя ждет внизу, понятно. Ух ты. Что же мы сделаем, правильно? Спалим эту штуку. Нет, тут так не работает. Опа. Привет. Как твой папа? Ужасно, мне нужно срочно раздобыть для него лекарственные растения. И как тебе удалось открыть этот люк? А, тут нужна комбинация отпечатков мыслей. Могу научить, иди сюда. Это тебе не просто набрать цифры, комбинацию нужно прочувствовать. Чувствуешь? Да. Хорошо. Хорошо. Если проболтаешься, что это я тебе сказала, убью. Пока. Теперь вы можете пользоваться оттополитеном для быстрого перемещения по головному отделу и другим местам. Прямо коллекционер кси-маркеров. Я бы сходил, да, открыл этот сундук в столовке. Я прямо коллекционер кси-маркеров. Так, ну тут больше ничего интересного нету. Так, где этот любитель бекона? Так, где этот любитель бекона? Так, где это? Так. 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 Меня в последний раз сохраняли То есть сундук я взял, мне не сохранили А если я что-нибудь в автомате прикуплю У меня сохранят О, все, меня вот сейчас сохранили Давайте даже удостоверимся в этом Да, супер На этом тогда закончим, в следующей серии продолжим Благодарю за просмотр и пока-пока